Добрый день! Сегодня мы поговорим об оценке регулирующего воздействия, правовом инструменте, позволяющем изменять действующие законы или оказывать влияние на содержание новых инициатив. О том, как работает оценка регулирующего воздействия, почему предпринимателям важно участвовать в ОРВ, расскажет заместитель директора Департамента экономического развития автономного округа Владимир Удбанович Удбанов. Добрый день! Добрый день, Алексей! Итак, первый вопрос. Все-таки что такое оценка регулирующего воздействия, для чего этот инструмент внедрен в практику? Спасибо, что пригласили. Тема интересная. Мы уже в течение многих лет работаем с бизнесом. Мы работаем как раз с тем, чтобы довести для бизнеса и рассказать, насколько важны те инструменты, предложенные оценкой регулирующего воздействия в принятии, в подготовке и в том числе совместном сопровождении тех или иных законов. В настоящее время мы понимаем, что уже многое достигнуто, но при этом один из важных моментов все-таки в документах, которые порой рождаются, это как раз убрать те излишние нормы в регулировании, создавать более комфортную среду для осуществления работы бизнеса. Мы говорим, что установленные избыточные требования, понятно, они будут сразу же видны, но при этом бизнес уже грамотный, бизнес уже умеющий видеть эти излишние барьеры. Они уже с нами нарабатывали на других нормативно-правых актах какие-то моменты, связанные как раз уже с этим регулированием, и они готовы поделиться тем жизненным опытом работы нормативно-правых актов, работы законов в их деятельности. В данном случае как раз и работаем с тем, чтобы избыточного давления, запреты, какие-то ограничения административные, они не попали в проект. Ну а если попали в проект, то с помощью как раз бизнеса мы могли их выявить, устранить, и естественно они уже бы не работали, не попали в нормативно-правые документы, наши законы. Первое, что рассматривается, сразу же целесообразность установленного государственного регулирования в той или иной сфере. Но здесь при этом сразу же разрабатываться нужно, не нужно, какие включаются регулирования, что при этом будет достигнуто, цели, которые перед собой ставит государство, в том числе и цели, которые должны быть достигнуты предпринимательским сообществом. Возможные последствия при принятии того или иного нормативного права акта мы здесь рассматриваем не только положительные эффекты, в том числе и рассматриваются и отрицательные эффекты. Из того простого правила, что отрицательный результат это тоже результат, над чем нужно работать, в том числе для того, чтобы нарабатывая практики, получать положительные какие-то эффекты. Риски принятия такого государственного решения обязательно рассматриваются в том числе и косвенные риски, которые могли бы каким-то образом касаться других направлений, либо схожих направлений, либо возможно трансляции с одного респондента на другого куда-то уходить. Это важно, потому что предприниматель просчитывает полностью все схемы своего бизнеса. Ему интересно как раз это регулирование с тем, чтобы иметь возможность работать и зарабатывать. И любой нормативный правоакт, все наши законодательства, понятно, направлены на то или иное регулирование, на те или иные правила. И они должны быть понятны любому предпринимателю с тем, чтобы спокойно их исполнять, спокойно работать в своем блоке, получая своевременную информацию. И в данном случае оценка регулирующего воздействия дает возможность участвовать в нормотворчестве в той или иной сфере. В большей части кому она интересна. На этом, пожалуй, все по первым вопросам. Хорошо, Владимир Иванович, продолжаем тема. А в чем все-таки уникальность УРВ? Мы для себя приоритетом в работе с оценкой регулирующего воздействия определились, что обязательно привлекать как можно больше специалистов разных отраслей. Раз, второе, предпринимательское сообщество разных направлений. Два, чтобы можно было обсуждать, разговаривать любые темы, любое регулирование, которое могло бы коснуться. Видите, мы обязательно отрабатываем, включили в эту работу бизнес-сообщество, где работают уже, мы скажем, профессионалы, юристы, экономисты, которые сопровождают и свой бизнес, и умеют показать, рассказать, как сопровождать любые из видов бизнеса, при этом получая максимальные эффекты. В данном случае они и предпринимателям помогают с тем, чтобы рассмотреть те или иные нормативные правоакты, законы, как они, возможно, будут направлены на какое регулирование, и получая от них информацию, как это исполняется ими уже в их практике. Ну, а эта информация как раз нам важна и нужна с тем, чтобы принимать какие-то решения. Нам и всем органам исполнительной власти и муниципальных образований. У нас в 2022 году участниками публичных обсуждений стали более 400 бизнес-объединений и предпринимателей, и организаций. У нас около 40 предложений по корректировке законодательства, они были учтены и направлены на доработку. Но 40% наше мнение о том, что это уже достаточно и, наверное, даже много с тем, чтобы уйти опять в регулирование, но мы понимаем, что регулятор зашел, были какие-то свои цели поставлены, и мы уже знаем, что предприниматель, он уже знает, как это регулирование работает, он уже умеет видеть эти риски, он уже готов подсказать, что нужно включить в это или иное управление, с тем, чтобы первое, и государственное регулирование состоялось, а второе, комфортно было работать бизнесу, без какого-то ущерба, без лишних административных давлений и регулирования. Мы понимаем, что процедура оценки регулирующего воздействия, она работает, мнение каждого участника, оно нам важно и дорого, с тем, чтобы не пропустить, может быть, и мелочей, но при этом в регулировании это очень важные мелочи, и мы выслушаем каждого. Для этого у нас запущено несколько возможностей обсуждений, ну, начиная с всяких наших порталов, которые были запущены. Спасибо. Хорошо, но вот как раз в продолжении мы понимаем, что предприниматели участвуют, но какие гарантии для них существуют, и как они могут быть уверены, что именно их голос услышан, потому что мы понимаем, что бизнес тоже бывает разный, предприниматели бывают разные, интересы бывают разные. Всех удается услышать. Да, Алексей, спасибо. Это вот как раз, наверное, самое важное для предпринимателя, если он участвует и принимает в обсуждении того или иного вопроса. Он услышан этот голос, его мнение важно, и учитывает ли его, ну, в данном случае, в нормативно-правом регулировании. Мы уже на протяжении 10 лет работаем с Институтом оценки регулирующего воздействия. Мы уже многого достигли, и мы понимаем наш рынок, мы понимаем, как он работает, но в данном случае обратная связь всегда дорого. При этом гарантиями тех прав наших предпринимателей, коллег с предпринимательских сообществ, это обязательность публичного обсуждения. Все нормативно-правы акты, все наши законы, они обязательно будут опубликованы. И этот инструмент запущен нами как раз в цепочке от проекта до готового нормативно-правового акта. Во всем этом процессе предприниматель может участвовать, бизнес видит этот процесс, видит, как меняются, но и при этом видит, что меняется, что, конечно, важно. Соразмерность сроков публичных обсуждений у нас было много вариантов за 10 лет. Мы пришли уже с коллегами с учетом мнения предпринимательского сообщества, что там, где вносятся изменения, где новое регулирование включается, вот самым оптимальным вариантом это минимум 20 дней, это минимальный срок. Мы понимаем, что возможно сделать и больше в зависимости от сложности изучаемых документов. Но обычно этого срока достаточно, и он у нас за 10 лет такой стал уже более-менее универсальным и достаточным. Мы установили также 10 дней для обсуждения, это там, где вносятся какие-то изменения. При этом понимаем, что это регулирование уже знакомо, его обсуждение может пройти намного проще, его бизнес уже знает, ну и, естественно, какие-то предложения по его реализации, они будут уже подготовлены и реализованы намного быстрее. Поэтому мы остановились на 10 днях и, в принципе, точка. Мы также говорим об обязательности информирования о начале обсуждений всех участников. Как органы исполнительной власти, так и органы местного самоуправления у нас заключили соглашение с бизнес-сообществами. И у нас есть свой пул респондентов, которые обязательно получают информацию. Это наши эксперты, которые как раз и помогают собирать, обрабатывать информацию и уже выдавать, как работает тот или иной нормативный провод, либо предполагаемое регулирование, и как оно могло бы сработать, то есть в модели посмотреть. За что коллегам отдельное спасибо. Они с нами уже на протяжении 10 лет. Это в том числе торгово-промышленная палата. Это в обязательном порядке всегда отрабатываем, с уполномоченным по защите прав предпринимателей. Вот наши объединения, опора России, деловая Россия. Торгово-промышленная палата их у нас 4. Вот, наверное, в этом может быть комфорт есть, потому что мнения могут быть разные. Но при этом, при разнице мнений мы всегда находим те решения, которые всех устраивают, в том числе, в первую очередь, государство и бизнес. То, что регулирование разногласий, многие моменты, которые всегда спрашивали бизнес, что да, мы там сказали, наше мнение есть, вот как оно учитывается. Обязательную процедуру, которую мы предусмотрели, это процедура урегулирования разногласий. Если вдруг разработчик говорит нет и не принимает какие-то предложения, то мы с него будем обязательно требовать урегулирования разногласий. То есть, а бизнес, тот человек, тот предприниматель, который участвовал в обсуждении, он согласен с этим регулированием? И если были предложения, то мы понимаем, что под этим какая-то была почва, что они не просто так родились, эти предложения, что он с чем-то сталкивался. Поэтому мы всегда требуем, чтобы разработчик урегулировал все отношения, мы всегда требуем, чтобы предприниматель, в том числе, у него уточняемся, чтобы он сказал, да, я понимаю, на что направлено это регулирование. И если какие-то моменты нужны для учета, понятно, что они могут быть приняты не все целиком, а в какой-то их части, что, в принципе, также влияет на качество регулирования. Мы также, очень, наверное, важная тема, которую нужно отметить, что, в принципе, когда заходят к нам на урегулирование, что сейчас в большей части предпринимательское сообщество уже свои решения также видит. У нас есть несколько таких проектов сложных. Один из них самый долгий, сейчас, когда вносили изменения в алкогольное регулирование с местами продаж, вот предпринимательское сообщество, мы прошли на много кругов с обсуждениями. У нас полностью подключен весь был депутатский корпус. И, скажем, те решения, которые были первоначально приняты, на сегодняшний день мы понимаем, что там необходимо еще рассматривать. Есть тонкости, нюансы, которые непонятны бизнесу в регулировании. При этом с удовольствием включаемся. При этом мы готовы рассматривать все предложения. В том числе, в настоящее время у нас коллеги занимаются обсуждением с депутатским корпусом. А там привлечены все торгово-промышленные палаты и предприниматели. Я думаю, что как раз с помощью их это мнение будет в тонкостях изучено. А в конечном итоге найдет свое отражение уже непосредственно в законах. Мы с коллегами периодически отчитываемся за нашу работу по оценке регулирующего воздействия. И на сегодняшний день мы понимаем, что не все документы, которые заходят, не все они с первого раза доходят в том или ином виде, скажем, как нормативный правоакт. И не все они состоялись сразу же. При этом мы понимаем, что в пределах чуть ли не половины этих проектов они имеют какие-то технические недочеты. Но это, скажем, как не очень сказывается на качестве самого документа. Но при этом это сказывается на процедурах, которые мы требуем как раз в урегулировании разногласий, в учете мнений предпринимателей. Ну и в конечном итоге заходим уже с более-менее подготовленным документом. Там, конечно, могут быть еще проведики нас где-то поправить. Но эти правки никогда уже не коснутся тех предложений, которые вносят предприниматели, которые были уже урегулированы, учтены и нашли свое отражение в проекте. Спасибо. Спасибо большое. Владимир Иванович, ну вы уже немножко вкратце затрагивали эту тему. Хотелось бы услышать более подробно. Ну, все мы понимаем, что это публичная процедура. Но хотелось бы узнать, на какой площадке проводится обсуждение проектов. Вот вы, в частности, упоминали интернет-площадки. И как вообще можно еще помимо этого участвовать в обсуждении проектов? Да, тема как инструмент реализации важна была на самом старте. Мы начинали с самых простых идей, как можно упростить получение документов, не рассылая их по почте, чтобы можно было с уведомлениями, чтобы обязательно подключить к тому или иному процессу обсуждения бизнеса, бизнеса, общества, предпринимателя. Мы уходили и обсуждали в электронной почве, каким образом опять получать, фиксировать. Нужна была обратная связь. И первым нашим проектом был наш разработанный программный продукт, которым мы пользовались, по-моему, в течение лет трех, наверное, четырех. Мы его оттачивали уже как раз на практике, на тех предпринимателях, которые с нами работали. И в том числе мы нашли несколько классных идей, которые были реализованы. И в конечном итоге та программа помогала нам работать и предпринимателям, и нам получать информацию, где прослеживается вся цепочка процесса обсуждения самого нормативного правоакта и его изменений. Ну и самое важное, что можно было посмотреть, какие предложения и изменения вносились. В данном случае мы сейчас уже работаем на едином федеральном портале в нашем региональном сегменте. Он называется regulation.anukmao.ru. Ознакомиться с проектами документов, с документами там можно зайти авторизироваться. Но все, кто с нами работает, это уже все учтенные пользователи и пользователи такие умелые интернета, которые зарегистрированы на всех наших портальных форумах, которые зарегистрированы на госуслугах. Они обязательно уже авторизированы. Там можно пройти подписку по своим направлениям, как мы специально уже, это был запрос бизнеса, что неинтересно получать всю рассылку обновлений нормативно-правовых актов, которые заходят. Им интересна своя отрасль, свой блок, который интересен только им, и узкая отрасль. Не хотели бы вникать, он засоряет их почту. Все просто, сделай, подпишись, выбери направление, вид деятельности, и все, что будет размещаться в этих блоках, в обязательном порядке тебе попадет, и ты не пропустишь нужный и важный для тебя момент. При этом тут же можно оставить свое сообщение. Почему авторизация? Мы требуем, чтобы каждый голос был услышан. Голос не может быть обезличенным. И обязательно требуем от всех органов исполнительной власти, чтобы обязательно с этим человеком, кто внес эти предложения, с тем предпринимателем, который участвовал в обсуждении, связались, проговорили, и он получил обратную связь. Это учитывается в том числе при подготовке наших заключений по нормативно-правовым актам. На сегодняшний день сайт, наш портал работает. За последние, не ошибусь, по-моему, года 3 или 4 даже и предложений никаких более не поступало. Мы у предпринимательского сообщества всегда переспрашиваем, если вдруг что-то не так работает, некорректно работает, пожалуйста, подскажите, мы бы с удовольствием доработали, если это нужно. Но за последние годы 3-4 предложений никаких не поступает. Говорят, вполне комфортный инструмент для того, чтобы можно было выстроить общение и с разработчиком нормативно-правовым актом. В данном случае мы считаем с государством. Спасибо. Хорошо, продолжаем. Ну, такой, может быть, с одной стороны очевидный вопрос, но с другой стороны, может, не всем понятно. А зачем предпринимателям участвовать, и важно для них в ОРВ? То есть, чего они могут добиться, и какой результат они ожидают от этой работы? Да, я считаю, что первое, когда мы сами заходили, изучали всю нормативную правовую базу, когда заходили, первое, что для себя акценты расставили, что бизнесу это важно. Почему? Бизнес видит свой проект, свои идеи, иногда через представление только свое, и никогда не взвешивали свои риски и не рассматривали их в правовом поле и в возможных тех рисках, которые будут возникать с возможным каким-то регулированием. Я полагаю, что с нашей помощью, нашей командой, с помощью как раз органов исполнительной власти, участниками оценки регулирующего воздействия, мы довели и показали, что предприниматель может, заходя в любой бизнес, взвешивать свои интересы. И вот тот баланс интересов государства и бизнеса, он как раз и видит в тех или иных нормативных правах актов. И участвуя в изменениях, в регулировании, в тех проектах, которые готовятся, он уже профессионально взвешивает свои риски, видит, как это можно было бы работать и что нужно в данном случае делать. И один из важных моментов, на чем бы хотел заострить внимание, мы всегда проговариваем о сроках запуска того или иного проекта, того или иного закона, с тем, чтобы дать возможность предпринимателю, а предприниматель, участвуя в обсуждениях в своем блоке, всегда знал, что у него есть определенный момент, где он мог бы привести в соответствие с новым регулированием своего бизнеса, ну или в данном случае ввести какие-то корректировки в свои бизнес-планы для их реализации. Государство также заинтересовано в балансе интересов, и принимать решения становятся более выверенными, исполненными, а главное еще и последующие решения должны быть предсказуемы. То есть бизнес строит свое будущее. Я полагаю, что это как раз самое важное для бизнеса. Спасибо. Ну что ж, следующий вопрос. Вот вы к нам не первый раз приходите, спасибо вам большое за это. И во время прошлой встречи вы рассказывали о расширении предметной области ВРВ. И хотелось бы узнать, что удалось реализовать в новом направлении оценки. Дальше. Спасибо за этот вопрос. Это одна из тем, которые мы готовы с коллегами уже выходить в публику. Нужно об этом говорить. Мы для этого готовим наши предпринимательские сообщества. Мы привлекаем их к обсуждению. Это новый блок обязательных требований, который сейчас вводится в нормативные акты на федеральном уровне, на региональном уровне, на муниципальном уровне будут вноситься. Это оценка обязательных требований. Связано это как раз с блоком государственного контроля надзора. Государственный контроль надзор у нас существует на федеральном уровне, региональном и муниципальном уровнях. Обязательные требования – это те ограничения, которые направлены как раз на определенное регулирование и связаны в обязательном порядке на обеспечение безопасности. В данном случае, если это небольшие какие-то бизнесы, мы понимаем, что там риски будут небольшими, но при этом риск жизнью часто возникает хоть в общепите, хоть еще там где-то. Мы понимаем, что есть риски другие, более важные на больших производствах, и там требования к уровню безопасности уже совсем другое и, естественно, другая ответственность. От этого, в принципе, и отталкиваемся. Обязательные требования имеют свой жизненный цикл. При разработке проектов всегда готовится оценка регулирующего воздействия. Проекты обсуждаются публично. Мы в обязательном порядке все те же процессы, которые участвуют в процессе оценки регулирующего воздействия, они существуют. Акты, содержащие обязательные требования, включены регулятором как в вступлении в силу, и мы об этом уже с вами говорили, что комфортно для бизнеса это с 1 марта, либо с 1 сентября. При этом есть еще один важный отлагательный момент, но не ранее, чем 90 дней с момента принятия. То есть есть всегда время для того, чтобы принять меры и уйти от тех нарушений или от тех нарушений тех требований, которые вводятся в нормативно-правовое регулирование. Также проговариваем о том, что все обязательные требования должны иметь публичный характер, они должны быть опубликованы, поэтому приняты все нормативные проекты, когда решение о принятии обязательных требований, оно публичное, нормативное проекты, будет подготовлено, подписанным правительством нашего округа, ну и на российском уровне правительством Российской Федерации. Мы понимаем, что все регулирование, которое будет вноситься, оно будет всегда публично рассматриваться, также приниматься и обсуждаться депутатским корпусом, что очень важно для предпринимателей, они могут также обращаться и вступать в обсуждение, в том числе и через депутатов. Также нормативно-правы акты имеют свой срок действия, и мы определяем шестилетний срок реализации работы нормативного права акта. Мы понимаем, что этот срок вполне достаточный для того, чтобы получить какие-то эффекты, но и будем проводить в обязательном порядке сразу же оценку, достигнуты, не достигнуты, те или иные цели, на что направлено то или иное нормативное регулирование, в данном случае в контроль надзоре эти обязательные требования. Ну и момент, да, изучили, да, необходимые корректировки, тогда будут приниматься либо корректирующие нормативно-правы акты, либо будем принимать новые нормативно-правы акты, ну опять с процедурами части публичных обсуждений. Ну и если вдруг достигнута цель, то можно в принципе признать утратившим силу тот или иной нормативно-правы акт, ну или в силу его уже истечения сроков, если по истечении 6 лет никто из разработчиков, из инициаторов не обращается о дальнейшем его сопровождении и необходимости данного нормативно-правового регулирования. У нас в Югре также сформирован реестр обязательных требований, туда уже включены 139 обязательных требований по 11 видам контрольного надзора. В том числе, для чего это нужно? Мы понимаем, что бизнесу важно и нужно видеть все в одном месте, чтобы можно было быстро принимать решения в своих направлениях. И данный перечень будет способствовать как раз размещению на едином портале, где можно прийти, посмотреть, по всем видам ознакомиться, взвесить все свои риски. И это удобно как для работы с нормативно-правыми актами органов исполнительной власти, органов местного самоправления и мы полагаем, что будет очень удобно в работе с предпринимательским, предпринимательскому сообществу как раз с тем перечнем обязательных требований. Обратную связь мы, надеемся, обязательно получим, как запустим все это в работу, как предприниматель, бизнес, сообщество будут участвовать в обсуждении, в принятии, а в данном случае, наверное, уже в исполнении. И тогда обратная связь уже, скорее всего, вылится в какие-то корректировки, какое-то дополнительное нормативно-правовое регулирование. Надеемся, что это как раз будет более способствовать и качественному государственному управлению, и качественному ведению бизнеса для наших предпринимателей. Спасибо. Спасибо большое. Хочу уточнить у коллег, будут ли у вас вопросы. Ну что ж, тогда всем большое спасибо. Я предлагаю завершить на этом наш разговор. Я благодарю наших гостей, коллег-журналистов и зрителей прямого эфира. До встречи на площадке регионального информационного центра ЮГРА. До свидания. До свидания. До свидания.